Это наизнанку проект, который рассказывает о региональной России. В публичном пространстве все больше активистов и политиков высказываются об обустройстве будущей России или территории, которая ныне входит в нее. Среди них есть Максим Кузахметов, российский издатель, менеджер в области СМИ, историк-публицист, популяризатор истории России, идеолог ингерманландского сепаратизма. Недавно он написал колонку, которую назвал «Опровержением имперских страшилок». В ней он приводит свои аргументы в пользу того, что не будет никаких катаклизмов, если Россия не станет как единого государства. Ранее он неоднократно заявлял, что на переходный период необходимо будет ввести внешнее управление над этими территориями. Сегодня Максим Кузахметов у нас в гостях. Добрый день, Максим. Максим Кузахметов, российский издатель, медиа-менеджер, популяризатор истории России, выступает за отделение Индрии от России. В прошлом был главным редактором газеты «Московский комсомолец» в Петербурге. Также был главредактором научно-популярных исторических журналов «Ваш тайный советник», ведущий программой «Всё так плюс» на радиостанции «Эхо Москвы». В настоящее время является главным редактором научно-популярного исторического журнала «Секретная история», ведущей программой «Всё так плюс» на YouTube-канале «Ищем выход». Кузахметов считает, что в случае поражения России в войне против Украины необходимо ввести на этих территориях внешнее управление. В противном случае на свободных выборах победят политики, которые начнут призывать к реваншу. Он допускает разделы России не только по национальным республикам, но и областям. В настоящее время проживает в Латвии. Женат – отец шестерых детей. Не будет ли внешнее управление воспринято россиянами как оккупация? Возможно и будет, но это в основном психологическая проблема. Внешнее управление, о котором мы говорим, не подразумевает концлагерей какого-то безумного насилия и бесправия. Это скорее по образцу Германии 1945 года. Внешнее управление в стране, которое потерпело военное поражение, которое капитулировало. А дальше союзники заботятся о возрождении полноценной демократии. А они превращают проигравшую страну в колонию. Поэтому психологически, может быть, будут переживать. Но всем будет только лучше. Владимир Путин недавно заявил, что попытки расколоть российское общество, используя сепаратизм, национализм и подобные им идеологии, участились. И ФСБ должна активнее противостоять, цитата, всей этой мрази. Как вы считаете, он имел в виду участников Пятого форума свободных народов пост-России, в котором и вы принимали участие? Я думаю, это просто сама по себе репрессивная машина, которая должна быть запущена. ФСБ будет просто фабриковать дела, какие угодно. Могут и под пытками требовать признательных показаний. А дальше, в зависимости от разнарядки, если нужно будет, как в сталинские времена, сто врагов народа в день разоблачать, тысячу врагов народа в день, то современная ФСБ, как наследница КГБ и, главное, НКВД, просто будет выполнять, скорее, такой приказ, а не заниматься реальными проблемами. Тем более, что мы, опять-таки, говорим не о конкретных преступлениях. То есть никому регионалисты не представляют угрозы жизни, например, не покушаются ни на чью собственность пока что, а просят реализовать конституционное право определять самим свою судьбу. То, что было предусмотрено, страшно сказать, даже в советской конституции, право республик на самоопределение. Но теперь мы говорим о праве регионов на самоопределение. Подразумевается, что, например, национальные образования, гипотетически, это право имеют. Но мы считаем, что имеют вообще все регионы. Вот если взять карту Российской Федерации, которая существует на сегодняшний день, около 80 субъектов, они все должны быть в своих правах равны. Не важно, это национальное образование или просто административные единицы, а дальше должны сами решать свою судьбу. Есть вот анклав Калининграда, бывшая Восточная Пруссия, который находится уже объективно между Литвой и Польшей. Понятное дело, что там готовая европейская небольшая страна. Как вот их удержать? Только силой, значит, может федеральный центр. Между тем, со сторонниками сепаратизма не согласны даже российские оппозиционеры. Начиная от сторонников Ходорковского, заканчивая сторонниками Навального. Последние считают, что Россия, как федеративная парламентская республика, возможно. Почему вы считаете, что она невозможна? Тут вот надо оговориться. Этот москвоцентризм, то есть вот желание любой ценой сохранить империю в ее границах, это все, как правило, исходит оппозиционеров из Москвы. Оппозиционеры влиятельные в регионах так не считают. Это беда, наверное, москвичей. Но я уже говорил, еще раз повторюсь, на сегодняшний день вообще не может быть какой-то дискуссии, хорошо это или плохо, в какой последовательности все должно происходить. На сегодняшний день Россия страна-агрессор, которая напала на независимое государство, топит его в крови и может снова возродиться даже после поражения. Вот чтобы этого реваншизма не произошло, раздел — это вопрос европейской просто безопасности. И все наоборот. Это может быть потом регионы смогут объединиться, если им разрешат, а не наоборот, что сначала нам надо возродить во что бы то ни стало империю в ее границах, нынешней Российской Федерации, а потом кто-то будет решать, достойна ли Чечня на независимость, способен ли нынешний Калининград, в Восточной Пруссии выживать, можно ли Петербургу проводить референдум. Все должно быть совершенно наоборот. А теперь еще и в условиях войны ситуация кардинально поменялась. И довел, кстати, Путин своими безумными решениями до того, что Западный мир, Западная Европа в первую очередь, должны, заботясь о своей безопасности, добиваться принудительного раздела России на нынешнем этапе ее истории. Это государство-агрессор. И этой империи 500 лет, которая так или иначе все равно возрождается. В советское время и в царское время и сплошная экспансия. Как вы считаете, Запад действительно пытается добиться распада России? Просто из предыдущей вашей реплики вы намекаете на это, нет? Да нет, на Западе... Ну, Запад разный и нет какого-то единого такого центра. Потому что страны Восточной Европы, которые в свое время хлебнули этого имперского величия со стороны Москвы, конечно, с большим пониманием относятся к вопросам безопасности. Запад, который находится в Париже или в Лондоне, с меньшим пониманием. Но я бы здесь привел другой пример. До 1991 года на Западе тоже были какие-то фобии, что распад Советского Союза непременно переведет к тому, что может возникнуть 15 ядерных держав. Да, и лучше вот иметь дело с каким-нибудь одним сумасшедшим, чем с 15. Но, как мы видим, Советский Союз распался в целом сравнительно мирно. Только вот на окраинах возникли конфликты. В общем, везде, где конфликты могли возникнуть, они уже возникли. И, кстати, даже внутри Российской Федерации. Поэтому вот, чтобы вдруг началась какая-то масштабная гражданская война, это фобии в основном Кремля, которыми он спекулирует. А почему на Западе хотят в это верить, мне не очень понятно. Ничего страшного не случится, и Запад будет в безопасности. И регионы смогут развиваться по-своему в своих существующих границах. И ничего страшного, конечно, не произойдет. Но на Западе действительно не все это понимают. Да. Вот вы сейчас употребили выражение фобии Кремля. Означает ли это, что Кремль действительно боится распада и действительно верит, что на Западе хотят развалить Россию? Или это такой инструмент пропаганды, который направлен на россиян? Конечно, это инструмент пропаганды. В первую очередь желание диктатора удержаться у власти. А вся история этой империи, и царской, и советской, и нынешней, это все равно сплошная диктатура и в той или иной степени монархия. А способ ее удержать, да, все время пугает собственное население, что если она распадется, то непременно начнется какой-то хаос, катаклизмы, апокалипсис. Вот чтобы этого не допустить, надо любой ценой сохранять целостность. А Кремль нынешний, в том числе и Путин, уже столкнулся с сепаратизмом, когда пришлось вести две войны против Чечни, вообще внутри своего собственного государства. Все это закончилось, по сути, поражением Кремля. И на сегодняшний день отношение Центра и Грозного, это же выплата Дании гигантской. Причем кому? Еще одному, маленькому феодалу северокавказскому. Но почему-то все время кажется Кремлю, что ниточки тянутся на Запад, но скорее это спекуляции. Вы правильно тоже говорите, на Западе, к сожалению, не очень понимают эту ситуацию и искренне думают, что проще иметь дело с каким-нибудь одним безумцем Путиным, чем вдруг вот их будет 80. Хотя на самом деле это будет и вопрос безопасности, и вопрос развития регионов совершенно другой. Ну и никакого катаклизма не произойдет. Опять-таки по опыту 91-го года, ну точно, на северо-западе, где могут образоваться новые республики, это будет опыт стран Балтии. Литва, Латвия и Эстония не враждовали между собой. Очень быстро заключили все возможные экономические договоренности и избавились даже от таможенных барьер между собой. Все то же самое может произойти на северо-западе России между нынешней Ленинградской областью, Псковской, Новгородской, Вологодской, Карелией областями. Все это будут независимые государства, которые будут с небольшими различиями, тем не менее интегрированы очень быстро в Западную Европу. На днях известный политолог Аббас Галямов написал пост, который выглядел как реакция на то, что вы написали до этого, в вашей колонке про страшилки. Он написал, что вы ему приписали то, за что он не выступал никогда. По его словам, он выступает против постановки темы развала России в повестку в первую очередь по соображениям прагматического свойства. При этом он не то чтобы слишком сильно любил единую и неделимую, а знает, как утверждает сам Галямов, как именно надо выигрывать политические кампании. По его мнению, в случае с массовой политикой, победа окуется за счет демобилизации сторонников противника, за счет организации ослабления контроля последнего над его собственной социальной базой. Не работает ли в этом смысле ваш подход на подкрепление и даже укрепление позиции Кремля? Да нет, конечно. Все наоборот. Придется напомнить, что Аббас Галямов когда-то писал речи Путину, причем это было уже после двух сроков, потом долго работал в администрации президента Башкортостана, то есть на человека из единой России, и сравнительно недавно вдруг нашло на него озарение, а выигрыш кампании любой ценой, это все мы проходили в 90-е годы, когда надо было мобилизовать ресурс, лишь бы не вернулись коммунисты, где-то тут поджулить, здесь пойти на какие-то компромиссы откровенно против демократии, все это к диктатуре в итоге-то и привело. То есть говорить о том, что лучше вообще молчать, это вот сейчас все вредные идеи, это на самом деле как раз-таки на руку Кремлю действует, причем совершенно откровенно. И еще раз повторюсь, лично меня очень разочаровал Аббас Галямов, во-первых, со своей этой предысторией, во-вторых, с этой своей реакцией. В его случае, казалось бы, объективно он должен был бы заинтересован в процветании, так или иначе, если ему не чужда, родная Башкирия, а он почему-то выступает с точки зрения империализма. Ну, может быть, вот в Кремле так заразился, когда был спичрайтером у Владимира Путина. Простите, что приходится это напоминать. Ну, я напомню, что он как раз с этим не согласен. У него своя точка зрения, которую я выше обозначил. Как вы относитесь к точке зрения не проводить даже онлайн-референдумы в российских территориях, в силу того, что сепаратисты не имели возможности вести свою агитацию, а власть контролировала информационное пространство? Ну, это мы говорим просто уже о частных мнениях, проводить сейчас или проводить потом. Я бы вернулся к базовому вопросу. Любой регион имеет право на самоопределение. Но год назад мы могли об этом говорить в какой-то, наверное, теории, в какой-то идеальной ситуации. На сегодняшний день у власти в Кремле военные преступники, которые ведут страшно агрессивную войну. Если сейчас не будет эта территория под внешним управлением, она снова возродится, снова возродится в свою империю. То есть на сегодняшний день Россия, потерпевая поражение, может остаться такой озлобленной, может быть, где-то даже сокращенной по территории Германии образца 1918 года, в которой, кстати, к власти пришли совершенно демократическим путем новые неимпериалистические люди. А потом все равно реваншисты взяли верх, который внушили население, нас обманули, все было нечестно, нож в спину, нас предали. Точно по такому же пути пройдет Россия, потерпев сейчас поражение в войне с Украиной, если она не будет разделена, если не будет введено военное, ну, не обязательно даже военное, внешнее управление, но наверняка нужны будут в том числе и какие-то базы внутри страны для предотвращения возможного военного мятежа. Десятки тысяч людей после этой войны со стороны России, да, больше не умеют ничего, кроме как убивать, кроме как гравить, быть мародерами, насиловать и просто для безопасности Европы нужно будет вводить где-то в ключевых точках в Петербурге, в Москве силы быстрого реагирования. Это должны будут решить победители. Между тем, противники Путина в лице оппозиционных сил явно разделились. С одной стороны, есть регионалисты, с другой стороны, есть сторонники Ходорковского, Навального и так далее. И желание вести диалог между собой не просматривается. Вы не считаете это существенной проблемой? Нет, я не вижу никакой в этом проблемы. Вот декоративное единство может быть только в нынешней Государственной Думе, в Совете Федерации, когда любая инициатива, Путин там что-то подумал, да, и тут же они единогласно проголосовали, да еще и в трех чтениях. В реальной жизни бесконечно должны вестись дискуссии. Парламентская республика, не парламентская республика, сильная президентская власть, не сильная президентская власть, больше автономии регионов, меньше автономии регионов. К сожалению, получается, чтобы Ходорковский и Навальный, Игорь Каспаров все это решали в условиях парламента, да, получается где-то в оппозиции. Но они совершенно не обязаны между собой заключать какие-то договоренности о том, чтобы вот выступать заодно. У них разные взгляды, разное видение, как могла бы развиваться Россия. И действительно могла бы развиваться по-разному. Еще сто лет назад мог остаться монарх ограниченный, а мог быть французский путь, когда вообще, ну полностью президентская республика. Вот Россия была на распуте, тоже велись дискуссии. Но, к сожалению, сейчас просто в Думе, в нынешней все это невозможно. Нет, я не вижу опасности в том, что нету вот такого монолитного единства в оппозиции. Это было бы как раз еще более ненормально. Было бы даже подозрительно. Максим, я благодарю вас за интересную беседу. Это был журналист Максим Кузахметов. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и Дель Реалии. Мы также есть в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере. В условиях блокировки наших сайтов ваши лайки, шеры и комментарии помогут нам расти, а вам быть в курсе событий по Волжье. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok